АПЛОДИСМЕНТЫ Мы выступаем в финале, пожалуйста, друзья, мы очень на вас надеемся. Мы выступаем для него. Терапия. На сцене Днепр с финальным выступлением! Ты финал, я финалист, словно чистый лист. Я лучший юморист, красивый мускулист. Ты успех, я лига смех, победитель всех. Вызываю смех, попа как орех. Мы просто Днепр. Где смехометр? Мы не пижоны. Мы чемпионы! Уоу! Ну здравствуй, Лига Смеха! Вы готовы встретить нового чемпиона? Так, парни, ну честно, я так больше не могу. Ну реально, ну хоррэ, ну. Игорь, мы не прошли в финал. Понимаешь? Мы проиграли. Как это не прошли в финал? А это тогда что? Это зимний кубок. Какой зимний кубок? Ты чё? А ничего, что сейчас осень. Смирись. Мы реально проиграли. Аааа! Да, точно, проиграли нашему формату, да? Друзья, у нас просто после прошлой игры Фима немножко с ума сошёл. Думает, что мы в зимнем кубке играем. Поэтому поддержите его, пожалуйста, да? Как будто мы играем в зимнем кубке, окей? Хотя бы из уважения моим прошлым заслугам. Спасибо. Игорь, ты башкой своей подумай. Ну что это за финал на 10 команд? Да некоторые из них вылетели ещё при Порошенко. Ну кухар, включи свою. Игорь, мы реально в полуфинале проиграли в разминке, понимаешь? А в разминку мы попали, потому что на танцы один тренер не встал. Как? Подожди, кто не встал? Да нет, мы не скажем. Это не ваше. Это личное дело человека. Она имела на это полное право. Ах ты, шпала белобрысая. Спокойно! Не трогайте меня! Успокойтесь! Тихо! Я просто отпишусь от неё в инстаграме и всё. Полякова. Подписаться. Отписаться! Всё? По-божески. Ты чё, блин? Я тебе кокошник на кокошник натяну. Успокойте! Успокойте! Не трогайте меня! Успокойся, Игорь, ну! Ты ещё понимаешь, что наша победа должна была войти в историю? Спокойно! Наше поражение тоже войдёт в историю. В смысле? Слово о полку Игореве. Сказ о неудачном походе войска Игоря на Половце. Сказ о неудачном походе войска Игоря на Лигу Смеха. Жил на свете раз тренер заслуженный. Все в глаза его кликали Игорем. За глаза называли по-разному. Чёрный карлик, узбекская выскочка. В общем, щедр наш народ на признание. Но устал сидеть Игорь заслуженный. Хватит булками хлеб зарабатывать. Час пришёл покидать кресло тренера, Чтоб с дружиной своей меньше видеться. Он задумал с командой в сезон идти. И ударило моча в голову. Днепр идёт в Лигу Смеха решительно. Плачут дети слезами горючими. Наши дети и дети соперники. Жёны ждали эфиров неистово. Чтоб увидеть мужей своих конченых. По сезону мы ехали поездом. Но под поезд тут женщина бросилась. Неосознанно, а по глупости. Как и всё, что за жизнь она делала. Всё решалось в сражении разминочном. Билось с войска Игоря в разминке. Не шутошно! А соперники бились шутошно. Через сто супостат и выиграли. Проиграли мы с треском ткачевником. Поразилися в край поражению. Наши жёны крепчайше расстроились. Ведь они на нас деньги поставили. Вылет был тот для всех неожиданным. Как импичмент из-за Зеленского. Как-то драка Баканова с Богданом. Как Сивохина назначение. О, неожиданно. После посидев, поразмыслив, как следует выпив пять виски-колы на каждого, чёткий вывод себе обозначили. Да пошло оно к матери. Это так, чисто суть, без конкретики. Про трезвев мы такой вывод сделали. Это ж год мы уже в ликосмешеньке. Вот уж год мы командой на телеке. Узнают, Игорька, пуще прежнего. В общем, всё, как я и рассчитывал. Ну вот, сейчас уже не так обидно. Ну всё, давай тогда не про полуфинал, не про Полякову. В кайф для людей. Кайфуем! Кайф, давай! Друзья, в этом году на экраны выходят продолжения таких культовых фильмов, как «Терминатор», «Матрица», «Скажена Василия», «Звёздные войны». Мы считаем, что в этом ряду не хватает ещё одного, безусловно, культового фильма. Это, конечно же, фильм «Леон Киллер». Итак, известная сцена на крыше. А в кого стрелять будем-то? В кого хочешь. В кого я хочу или в кого ты хочешь? В кого все хотят. Может, подождём, пока она встанет? Она не встанет. Куда, в сердце стреляем? У неё нет сердца. А кто заказчик? Там сложно сказать конкретно. Там в Вайбере чат на 140 человек. Давай. Почувствуй её. Представь, что ты сидишь прямо возле неё. Представила. Я думаю, ты готова. Когда стрелять? Стреляй прямо между люлями. Стойте, ребята. Подождите, подождите, Игорёх. Подожди, стой, стой. Стой. Не стреляй, Игорёш. Она реально, она ни в чём не виновата. Серьёзно. Она просто судья. Она не виновата, что вы не прошли финал. Серьёзно. Это я виноват во всём. Я. Просто я слишком гениальный актёр. Я просто грандиозный судья. И всё. Я тебе серьёзно говорю. Юра, уйди, не наговаривай на себя. Юра, это ложь не во благо. Игорёш, пойми, я действительно виноват. Мне надо мстить. Серьёзно, Игорёш. Делай мне больно. Стреляй в бирчу. Юра, уйди, всё решено уже. Нет, 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 Игорёша, подожди. Я не могу, чтобы она пострадала. Ну, во-первых, она женщина, во-вторых, она певица. Юра, вы целому хору верёвки жизнь испортили. Там сорок две женщины-певицы. Уйди. Нет, 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 подожди, подожди, Игорёша, подожди. Ну, кто вам мешал танцевать нормальный танец в полуфинале? И пройти дальше, в смысле? В смысле нормальный танец? У нас ништяк танец был. Знаешь, сколько мы трудились над ним? А вы не потрудились в Ютубе написать смешные танцы? Нет. А я потрудился! Значит, я хочу вам сказать, что я не тот тренер, который стоит в стороне. Я активно принимаю участие в написании сценарий, шуток, и мой почерк легко узнать. Если вы смеётесь, сто процентов эту шутку написал я. Если, да-да-да, если она уходит в тишину, это ребята. По поводу Стэма. Ещё непонятно, написал я его или они, но мы сейчас это поймём. В общем, Киев, вечер, съёмная квартира. Вау! Ты шо? Ты сумасшедший! Ты снял такую шикарную квартиру на целые сутки! Ну а как иначе, малыш, как иначе? Ну подожди, подожди, подожди. Я же тоже готовилась. Я заказала нам суши, чтобы ты их ел прям с меня, своими зубками красивыми. Да, я буду есть их с тебя. Так а давай без васаби? Оно же вот пупок. Ау, это у тебя такой сексуальный рингтон обалдеть. Да, это доставщик звонит. Но главный доставщик удовольствия уже здесь. Нет, это доставщик, слушай, я сказала, я же два максисета заказала. А, бери, бери, да, бери. Алло? Алло, доставочка пять минут, я уже у вашего дома. Серый такой? Да, да, серый. Тут еще бомж на лебеде из шины спит, да? Да, да, наш бомж, да. Подъезд со стороны свалки или со стороны посольства? Там со стороны... Какое, блин, посольство? Ну у вас воскресенская 16? Нет, у нас Войцеховича 36. А, хорошо, через 5 минуточек буду. Что там? Что сказал? Ну сказали, еще нужно как-то 5 минуточек подождать. Че-че-че? 5 минуточек еще как-то нужно подождать просто. Сказали буквально там 5 минуточек. Все, я не могу уже. Я хочу тебя. Бери, да, очень сильно. Очень сильно хочу. Да, бери, бери, бери. Алло, доставочка пять минут. Еще раз, Войцеховича 36? Да. К вам 146-я маршрутка едет? Нет. Понял, через 5 минуточек буду. Остановитесь здесь, пожалуйста. Слушай, а может, может, хрен с ним? Чего мы его ждать будем, а? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет. Дождемся, дождемся. Я хочу выложить на тебя все эти роллы. В смысле, все роллы? Я там заказала два максисета. Там 246 роллов. Ты их вот прям все на меня выложишь. Нет, малыш, я не к тому, что ты крупная. Я не об этом тоже. Но я как бы тоже хотела суши покушать. Котик, все хорошо. Я поделюсь с тобой, я же понимаю. В смысле, а я что, крупная? Приехал? Бери, он приехал уже. Алло. Алло, доставочка 5 минут. Наконец-то нашел ваш дом. Ага. Только попросите охранника на шлагбауме, чтобы он собаку привязал. Да какая собака, пёс? Здесь домофон. А, понял. Через 5 минуточек буду. Нет, ну просто идиотина какая-то. Понимаешь, просто идиот. Я не знаю, просто идиотина. Ты когда злёшься, ты ещё сексуальнее. Я знаю. Просто надо было меня попросить, я бы нормальную доставочку заказал. Ну я же тебя уже попросила нормальную квартиру снять. А чем тебе эта квартира не нравится? Ну тем же, здесь котом воняет, а кота здесь нет. Ой, я тебя умоляю. Можно подумать, тебя водили в квартиры лучше. Чего? Алло. Алло, доставочка 5 минут. У вас интернет под рукой. На какой, блин, интернет, а? Можете пока глянуть, как кровь остановить, когда собака укусила, а я через 5 минут очерпуду. Так, всё, давай это самое. Не надо. Давай просто ты не будешь брать от него телефон и всё. Мы что, за этим сюда пришли? Ты. Ты же понимаешь, он нас разделяет. Мы пришли ходить друг друга. Ну вот и всё. Я здесь, ты здесь. Давай. Давай. Да. 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 Не бери, просто не бери. Не бери. Ты на другой номер, алло. Да не бери. Алло, это доставочка 5 минут. У меня на телефоне деньги кончились. Можете мне 30 гривен закинуть, а я через 5 минуточек приеду, отдам. Мы же договорились, ну не брать, не бери ты трубку. Ну я не понимаю, ну это же не... Ну не делай это, но... Ну я откуда знала, что это он? Ну а кто тебе ещё может звонить? То есть ты считаешь, что я никому не интересна? Ну а как иначе, если ты после одного моего лайка в Тиндере за два часа из своего Херсона сюда причапала? А это я просто как бы посмотреть хотела. Это у тебя такая щель между зубами или у меня просто экран там треснул? Харя у тебя треснула, понятно? Уже бесит этот рингтон твой. Алло! Алло, доставочка 5 минут. Я под вашим домом в люк упал. Меня нормально слышно? Да, блин, нормально слышно, да. Тут такое дело, я ваш сок томатный раздавил. Мы не заказывали томатный сок. А пиццу 4 сыра? Нет. И круассаны тоже нет, да? Нет, дебил, мы заказывали суши. Очень много суши. Понял. Через... Через 6 минуточек буду. Так, всё, короче. Не хватало, чтобы ещё какие-то у Наги роллы меня секса лишали. Давай, по-быстрому разберёмся. И всё, и разбежимся. Что ты смотришь? Давай, 2 часа без еды вытерпишь. Давай, не умрёшь. Слушай, так он же через 6 минут будет. А я так, ну, по тебе вижу, ну, раза 3 точно успеем. Да, конечно, давай, вперёд. Ну же, вау. Ну, давай, чё ты ждёшь? Ну, сколько там ещё, 5 минут осталось? Ну, вот это да. Ух ты ж, ё-моё. Понятно. Будет мне ещё какая-то панда кунг-фу время засекать. Короче. Всё. Это я панда кунг-фу. Да, да чтоб ты знал, даже если бы ты был последним мужиком на земле, я бы всё равно не согласилась. Да потому что ждала бы свои долбаные роллы 2 часа. Вот и жди. Давай, да вот там дочь как раз началась. А может хоть голову свою помоешь? Не бери, не бери, не бери. Доставочка 5 минут уже здесь. Ну и на сколько этот лошок проплатил нам эти хоромы? На целые сутки. Схема работает. Ага. Ну что, начнём? Ну подожди, подожди. Я же заказала нам пиццу. Чего? Да шучу, шучу. Ты у меня один такой заставщик удовольствия. Иди сюда. Команда Днепр и Настя Оружева. Трио разное. Ну что, молодёжь, кто лучший комик всех времён, а? 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 Нет, не Луис и Кей. Нет, не Миронов Андрей. Нет, нет, не Бенни Хилл. Нет, не Жванец и Михаил. А те, кого твой дед любил, Тарапунька, Штепсель. Речь там в нашем сердце. Знает с детства вся наша страна. С детства поклона. Да, Штепсель и Тарапунька были вот такими вот известными людьми, да. Серьёзно? Это люди? Да. Я думал, это имена малоизвестных фиксиков. Ты чё? Или эти штуки для черчения. Линейка, циркуль, Тарапунька, Штепсель. Ты чё? Ну, или имена пятого и шестого мушкетёров, да, опять? Фима, это уже не смешно. Хорош, да. А, не смешно. У нас же тренер есть, точно. Где он? Я был бы гораздо богаче, если б вёл свадьбы с собачьей. Если б вёл свадьбы ещё и собачьей, я был бы гораздо богаче. Подружить своего песика по-людски разом с найкращими вопечами. Привет, ребята! Привет, привет! Привет, привет! С собачьей свадьбы, ты серьёзно? Ну, что, нет, ну вообще это хобби. На самом деле, я уже успешный кинопродюсер. Ух ты! Да. Класс! Наверное, хочешь какое-то хорошее кино снять? Я уже снял, скажи, Анна Васильевна. Ну, а теперь хочешь, наверное, какое-то хорошее кино снять? Ой, да ладно! Это, кстати, лучшая комедия 18-го года. Мы собрали 55 миллионов. За что там говорить? Мы первые в истории, кто вернул деньги Держкино. У меня есть подтверждение. А ось, ваши хорошие, мы повертаемо вашу инвестицию. Я говорю. Повертаемо её с прибудком до 50 тысяч. Я правильно понимаю? Он просто распечатал цифры на листе 4? Угу. Не, не, не. Если Держкино принимает такие деньги, то я теперь понимаю, почему у нас в стране с кинематографом такая, как там Катя говорит, да, шляпа. Ой-ой-ой. Юра. Юра, вы скоро. А то Джеки нервничают. Я сейчас одну минуточку. Ребята, я прошу прощения. У меня встреча с молодоженами. Да, Тарапунька и Штепсель выступали уже очень давно, но их волновали те же темы, что волнуют и нас сейчас. Вот что говорил Штепсель. Человек начинает трудиться. Правда, есть такие, которых это всё абсолютно не беспокоит. Где бы не работать? Лишь бы не работать. Вот примерно такой имитатор бурной деятельности в кабинете у директора. Здравствуйте, вызывали? Садитесь, у нас неприятный разговор для вас. А, хорошо, да. Что вы делаете? Это не я, это телефон. Я не могу не ответить. Извините, сейчас. Алло, да. Ну, конечно, что... Послушайте, отправляйте уже эти вагоны, я же вам сказал. Документы в работе. Ну, давайте, как маленькие, всё. Всё, вот, два вагона этой нашей продукции, всё, отправили. Ну, вот это то, что мы производим, этот... Ну, мы интернет-провайдер. Вот. Два вагона этих интернет-проводов, всё, отправили уже, всё. Поехали. У нас беспроводной интернет. Да. Вот зачем нам эти провода? Собрали, два вагона собралось, представляете? Два вагона собрали, всё, они уже уехали, всё. Или я отменяю, я могу отменить. Я отменю сейчас. Смотрите, у меня вот отчёт о вашей работе, его прислал руководитель вашего отдела. Александр? Нет. Сергей Николаевич? Нет. Натаха? Нет. Слушайте, у меня нет времени вот эти угадайки играть с вами, у меня работа стоит, ей-богу, ну... Подождёт ваша работа, у меня к вам всего лишь один вопрос. Это вода же, да? Да. Скажите, что входит ваше... Что входит ваше... Какая у вас зарплата? 22 600. Понятно. Тогда я хочу сообщить вам неприятную новость. Мы решили... Найда, тихо. Перестань. Всё, пришла со мной, сиди спокойно. Сейчас выйдешь за дверь. Сейчас за дверь пойдёшь, я тебе сказал. Извините, пожалуйста, собака просто не на кого было оставить. Да, мы решили, мы вас у... Найда! Хватит! Ну вы думаете, что вы идиот, что ли? Я что, не понимаю, что там у вас никакой собаки нет? Как это нет? А это... Опа, только что была. Где? Найда! Найда! Куда пошла? Найда, сейчас, одну секундочку. Найда! Так, вы уволены! Найда, мы уходим, всё. Это мой ноутбук. Безусловно. И вода, моя другая. Так, ребята, я не понял. А что вы здесь на сцене веселитесь? Я там сижу за кулисами, мне скучно. В конце концов, где уважение к возрасту? Ой, давай, Юра, не надо давить своим возрастом. Мы тоже не молодые, мисс. Что? Да ты по сравнению со мной, пацан. Да я по сравнению с собой, старик. Что? Ты давно себя в зеркало видел? Дай мне свой номер ICQ, я тебе доказательства скину. Давай, давай. Да тут намечается возрастной баттл. Кто знает больше проблем среднего возраста? Давай, давай. С возрастом приходит, с возрастом приходит, с возрастом приходит, с возрастом приходит. А тышка, если поднимаешься вверх? Похмелье утром, даже если не пил. На телефоне увеличенный шрифт. Стал соглашаться с диктором новостей. Сказал таксисту молодой человек. Печень и чаще опускаешь в стакан. Встаешь с дивана, ты со звуком опля. Гулять всю ночь ты можешь лишь в туалет. Зашел на кухню и забыл, что хотел. Ты вместо секса говоришь слово секс. И этот секс у тебя будет в четверг. В парнухе нравится тебе интерьер. И в целом нравится, как люди живут. Жена нагнулась, и тебе хоть бы что? При сильном кашле можешь и подпустить. Как умер? Я же с ним вчера говорил. Там эти, 30 плюс застрелились. Кто? В каком? Как это? Ну вы про все их темы пошутили. В смысле? Мы прям как-то... Ну и возвращаясь к теме Тарапуньки и Штепселя. Оказалось, что наши современники практически не представляют, как же все-таки они выглядели. Ну, примерно так они и выглядели. Здравствуйте, товарищи! Здоровенькие булы! А скажи-ка, Тарапунька, хотел ли ты жить в 2019-м? А чего ж не? Ти сами люди, ти сами проблемы. А где бы ты жил? Ты помнишь свой адрес? Ну, конечно же. Что за вопрос? Дніпро-Петровская область, Дніпро-Дзержинск, Червонопрапорный район, улица Ленина, 25. Так вот сейчас из твоего адреса только 25 и осталось. И то могут переименовать сечевых стрельцов. Вот такой 2019-й. Как тебе, кстати? А мне нравится. Потому что в 2019-му Людина, яка жартувала про политику, сама вирушает в политику. А в наши часы Людина, яка жартувала про политику, отправилась в Магадан. Та не сама, а з усиею родыною. Юра, мы готовы выполнить перед тобой все наши финансовые обязательства. Ребята, не надо на шуму. Гонорар? Ну зачем? Нет, 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 нет. Мы считаем, что каждая работа должна оплачиваться. Извини, что мелкими купюрами, но тут все твое. До копеечки, держи. Айе! Заслуженный артист Та еще и гуморист Зняв шоу Юри И теперь только артист Заслуженный артист До всего мае хист Повернулся в Лигу смеху И снова гуморист Ну все, 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 хватит, хватит, хватит Че хватит, бабки есть! По мотивам Агаты Кристи Британия, тот самый остров, тот самый отель Да, странно, странно, господа Мы здесь как семья Коломойского на отдыхе В смысле? В отеле кроме нас никого Господа, здесь что-то не то Мне сказали, что здесь будет медицинская конференция Мне сказали, что здесь будет совещание у главы полиции А мне сказали, что здесь будут только я И четыре состоятельных джентльмена Пока все сходится Господа, ну почему нас всех собрали именно здесь? А я не знаю, это же не я придумал Это придумал я, судья Джон Лоуренс Я собрал людей, которые в свое время ушли от ответственности Но сегодня они умрут Я тщательно все продумал И никто не сможет мне помешать Угадай, кто? Элизабет Бинго Но как ты поняла, что я именно здесь? Потому что надо подчищать историю браузера, дурачина Или подожди Или это все сюрприз на нашу годовщину свадьбы? Да Я опасаю тебя Господа, вам не показалось странным, что мы только что замерли на несколько секунд и ничего не слышали? Да-да-да А кто это такие? А, позвольте я вас познакомлю Элизабет, моя жена Это я так комара убила, джентльмены Я их обычно тыльной стороной ладошки убивала А что, можно было с женой? Я тогда своей позвоню, пусть приезжает Еще один Комар, джентльмены, комар, комара Ух ты, это что, это статуэтки десяти негритят, которые мы в эпицентре купили? Как хорошо, что ты их взял, я их обожаю просто Господа, я сейчас докажу, что я здесь впервые Если бы я здесь был раньше, то я знал, что за этой ширмой ваза Граммофон Нет оснований ему не доверять Он говорит правду Да Давайте включим Давайте, танцы, обожаю Вы совершили преступление, за которое вас нельзя убить по закону, но очень хочется Этель Роджерс, вы утеплили фасад своей квартиры, тем самым сделали панельный дом еще более уродливым Подожди, что это за трек такой? Генри Блор, на отдыхе в Турции, выходили по большому в мини-клуб Нет, Дорн совсем с ума сошел, уже без музыки записывает Как под это танцевать? Доктор Армстронг, вы голосовали за Де-ре-вьян-ко Дорогой, это же твой голос А я еще вчера спрашиваю, что ты там бубнил в шкафу? Господа, она ничего не спрашивала Я спрашиваю Что ты там бубнишь в шкафу? Так, Элизабет Что такое? Иди в номер и чем-нибудь займись Хорошо, разберу чемоданы и соберу рамсы Будь любезно Господа, а у кого из вас есть зарядка на Айкос? У меня? Так вот от кого так шнечит Дзентльмены, что же мы сидим? А давайте выпьем Доктор, это ваш скотч Ваше здоровье Стойте, 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 стойте Стойте, стойте, стойте Положите эту гадость, положите Я специально в дьюти-фри для нашей годовщины Купила две бутылочки фантастики Одним словом Лимончелла Ой, ну пожалуй без меня Она просто идеально ложится на кокос А, да? Тогда попробуем Ну что, господа За нас с Джоаном Из-за меня У меня сегодня день рождения Оооо Даже не будем спрашивать, сколько вам лет Ну скажем так, возраст Христа Ооо Ей 2019 лет Офигенно сохранилась, старуха Как в сухую землю Кать, другая пьеса уже не надо Господа Знаете что, у меня еще есть фуа-гра И в дьюти-фри я еще купил 30 банок черной икры Кому принести? Погодите, а откуда такие сокровища? Ну как откуда? Я ведь Жена ведь судьи, ведь Пока кайфуем Че там дальше при Зеленском будет Вообще непонятно Ээээ Джентльмены, а давайте мы лучше пойдем на садикбор И посмотрим, как мистер Роджерс Будет рубить дрова обратной стороной топора Желательно Ску-ка-тища Господа, я там расстелила твистер в холле Пойдемте поиграем, раскоряки, пойдемте, пойдем Ой, тогда надо брать этот твистер на трезвую флюиды в трубу Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- О том, что я хочу их убить. О, ну у нас же сегодня годовщина свадьбы. Может быть, убить их и айфон? Какой айфон? Ну, пожалуйста. О, господи! Врача, врача! Что случилось? Не стало врача! Врачу, врача! Откачь, не врач! А? Что? Просто рифма. Продолжайте. Господа, я полицейский, я беру все под свой контроль. Давайте для начала составим протокол. Пожалуйста, призвище, имя по-батькове. Господа, ну мы же в Англии. У них здесь нема по-батькове. Нема по-батькове? Нема. Тогда это глухарь. Дело закрыто, господа. Джентльмены. В этом месте Каролина Брент неожиданно и незаметно для всех убивает полицейского и мистера Роджерса. Но так как ее играет Екатерина Куха, то она сделает это в виде балета. Аплодисменты. Аплодисменты. Офигеть! Как она так незаметно их убила? Ах, бросай ее, Джон, она тугая Кто? Ты Что я? Ты тугая Я тугая? Да, ты тугая А, фу, все, разобралась Каролина, ну объясните, зачем вы их убили? Это для вас, Джон, подарок Я сделала все ради того, чтобы такой обеспеченный мужчина, как вы, были не с этой кошелкой, а с элегантным кладчем Слышь ты, кладь ручная Отошла от моего мужика И вообще, чем тебе вот эти двое не устраивали? Я видела, как эти двое играли в твистер, и знаешь, женщины их явно не интересуют Это что за петушуточка такая? Мистер Лоуренс, можно вас? Благодарю Джонни Ты что там все напридумывала? Это что такое? Я не поняла Растерялся я Растерял? Руку поднял? Не растерялся? Ну ты же видела, как она умеет Да, я видела, как она умеет Согласны, я проиграл эту битву Да, это самое важное умение в жизни, женщины Прощайте Ну куда ты? Пойду займусь растяжкой Элизабет Джон, забудьте о ней Давайте лучше подумаем с вами о том, чем мы займемся сегодня вечером Тем более, что у нас освободились костюмы полицейского и врача Пойду-ка все приготовлю Вот и сработала растяжка Подожди То есть? Они все мертвы? Да То есть у нас получилось? Да Прям как у Агаты Кристи Нет У Агаты Кристи там по-другому было, по-моему Там как-то Не, вот так там Облака в небо спрятались Че-то там, че-то, че-то в небе Но в любом случае Этот день я запомню навсегда Вот на что только не готова пойти женщина Чтобы ее мужчина запомнил наконец дату годовщины свадьбы Что-то у нас для хэппи-энда трупов многовато Это да Прям очень много, мне кажется Это что такое? А ты не смотрел? Не смотрел Король ноль, что там, трупаков поднимает Серьезно? Да, посмотри обязательно Ничего себе, ураг просто беру Кончается неинтересно? Ну да, вообще нормально Обалдеть Спасибо большое, мужчина Друзья Лига смеха это уникальное место Только здесь возвышенная, утонченная девушка Может выйти из зоны комфорта И сыграть такую смелую роль Да, спасибо Не про тебя это, ласточка А, все, разобралась Екатерина Кухар И команда Днепр Спасибо, спасибо